Ребята, мне удалось провести полтора часа со смартфоном Sony Xperia XZ3 за полтора часа до официального анонса. Сейчас я вам расскажу про пять фишек этого смартфона, а в конце еще раскрою некую информацию, которую мне удалось заполучить от представителей компании Sony. Я задавал довольно каверзные вопросы, которые нас всех с вами долгое время беспокоят, и наконец-то получил ответы на эти вопросы. Некоторые ответные вопросы будут еще входить в топ-5 фишек, поэтому погнали. Первая фишка – это дизайн. Sony наконец-то сделали реально удобный смартфон, который хоть как-то вмещается в наше с вами понимание стандартов современных устройств. Многие люди критиковали Sony за их современный дизайн, который был сейчас. Все вы помните, это были толстые смартфоны предыдущего поколения с покатой спинкой, очень тяжелые. В этот раз смартфон получился очень элегантным, вот по тактильным ощущениям уж точно. Очень прикольные цвета – это красный цвет, то есть бордовый цвет, металлик, черный и невероятно изумрудный цвет. Очень красивые смартфоны. Я задал вопрос, почему они такие тяжелые, почему они такие увесистые? Две причины. Во-первых, это алюминий 7000 серии, который не просто вот как в обычных смартфонах, это целая рама, которая на 5 мм утоплена вглубь, то есть полноценная рама. Мы пытались согнуть этот смартфон руками, нам это сделать не удалось. Вторая причина оказывается, что Sony специально делает в своих смартфонах стекло Gorilla Glass, которое в несколько раз толще, чем у конкурентов. То есть используется то же самое стекло, только они делают его еще толще, поэтому смартфон получается очень увесистым. И отвечая сразу на следующий вопрос в дизайне, почему сканер отпечатка пальца расположен на задней спинке прямо по центру? Многие люди отметили это неудобным. Мы задали вопрос, почему так происходит, и Sony попыталась обосновать свою логику. Они говорят, мы затачивали этот сканер отпечатка пальца, проведя огромное количество исследований и опросов, и сделали так, чтобы человек разблокировал смартфон при помощи отпечатка пальца, тогда, когда он берет его в положении для печати, то есть когда его палец ориентирован на клавиатуру смартфона. То есть мне объяснили это, что когда человек разблокирует смартфон пальцем на задней спинке, он сначала хватает его одним хватом, разблокирует, потом перехватывает, чтобы приступать к печати. Sony подумали, что так будет удобнее, что вы сразу ориентированы на клавиатуру большим пальцем, мизинцем поддерживаете смартфон, и у вас якобы сбоку автоматически палец падает на сканер отпечатка пальца. Это очень спорное решение на самом деле. В нем есть своя логика, но это спорное решение. Вторая фишка. Экран, наконец, в смартфоны Sony завезли OLED-экраны. Да, это OLED-экран, точнее, P-OLED-матрица с разрешением 2880 на 1440 точек. Он невероятно яркий, там используется технология BRAVIA, которая перекочевала из телевизоров в смартфоны. Экранчик хороший, мне понравился сам экран. И самое интересное теперь это лицевая панель. То есть смартфон очень сильно передней панели мне напоминает Google Pixel 2 XL, вот этими верхними ушками. Тоже был задан вопрос, типа, почему оставили вот эти вот верхние ушки, зачем, если делают уже более безрамочные смартфоны. И здесь Sony четко ответила, потому что мы хотим, чтобы динамики смартфона были направлены четко на человека. Там стоят специальные крутые стереодинамики, звучат действительно очень громко, мы протестировали на YouTube, но в тех условиях, в которых могли это сделать. И вот в целом теперь смартфон Sony хотя бы как бы приравнялся к другим флагманским устройствам. И это заметил не только я, люди, которые приходили и щупали эти смартфоны. Эти смартфоны реально понравились и тактильно, и по дизайну. Они действительно интересные. То есть экран стал пиолет, и теперь, естественно, там есть Always-On Display. Они его там еще прокачали разными различными рюшечками, нововведениями. То есть помимо просто монохромной информации, можно выводить какую-то еще и цветную информацию фановую. Хотя я считаю это уже как бы лишнее, потому что это повлияет на энергосбережение смартфона. Кстати, с энергосбережением этого телефона и зарядка есть очень много интересных новостей. Об этом немножечко позже. Вот экран прокачан хорошо. Интересное безрамочное решение. Похож на Pixel 2 XL, но это тот случай, когда для смартфонов компании Sony это скорее хорошо, чем плохо. Потому что если посмотреть на предыдущие экраны смартфонов, там были некоторые нюансы и вопросы с точки зрения эстетического вида. Экран по сравнению с Sony Xperia XZ2 увеличился на 11%. Он занимает 80% всей области. В общем, вполне такое вот юзабельное решение. Третья фишка это Vibro. Вы знаете, как я отношусь к Vibro отдаче в современных флагманах. Постоянно критикую разные смартфоны. Там Xiaomi за плохой Vibro датчик и другие смартфоны. Что сделали Sony? Они сделали это еще и в предыдущей модели Xperia XZ2 Premium. Это специальная система вибраций, которая очень умная. То есть вибрация, во-первых, классный моторчик стоит, очень похож на Taptic Engine, который стоит у айфона. Он работает каким образом? Он подстраивается под звук. Когда вы смотрите какой-то видос, либо же играете в игру, вибрация происходит в такт звучанию. Это создает дополнительный эффект. Но к тому же эту систему, этой вибрации, еще и адаптировали для самого интерфейса. Когда вы работаете в номеронабирателе, либо пролистываете какие-то списки, вибромоторчик срабатывает, как бы имитируя какие-то физические движения. Это тоже очень клево. Вот за вибра я даю отдельный респект за то, что компания за это взялась. Это вот такая мелочь, на которую я очень сильно обращаю внимание. Оказалось, что некоторые из моих подписчиков в YouTube тоже говорят, что их бесят вибромоторчики в современных смартфонах. И можно по пальцам одной руки пересчитать компании, которые делают реально нормальную тактильную отдачу. И теперь Sony в том числе. Я назвал сейчас три фишки. И следующая информация, о которой я расскажу, не будет относиться к фишкам смартфона. Это, скажем так, оставим за скобками. Камера. Дело все в том, что Sony Xperia XZ3 это смартфон с одной камерой. Все вы знаете, что Sony Xperia XZ2 Premium был с двумя камерами. То есть, эта функция остается как бы фишкой того смартфона. Привилегии того смартфона. Стоимостью у них разная. Приблизительная стоимость XZ3 будет 800 евро. XZ2 Premium стоит около 1000 евро. И вот эта фишка двойной камеры, записи сразу на две камеры видео, 4K HDR. Осталось привилегии XZ2 Premium. XZ3 идет с одной камерой. И вот важный инсайт. Я задал вопрос представителю компании Sony. То есть, меня спросили, что тебя больше все беспокоит в смартфонах Sony? Что тебе больше всего не нравится в смартфонах Sony? Я задал логичный вопрос. Говорю, почему компания, которая делает лучшие в мире модули камер, долгое время отставала от, в принципе, рынка флагманов по камерам? И представитель компании сказал, говорит, мы знаем об этой проблеме. Мы знаем то, что люди об этом говорят. Мы это честно признаем. Говорит, сейчас все поменялось. Каким образом все поменялось? Вот тот коллектив, который занимался разработкой камер смартфонов, он расформирован полностью. И в их коллектив пришел человек, который создал фотоаппараты Sony Alpha 9 и 7. Представляете, какой уровень? И уже сейчас мне сказали небольшую инсайдерскую информацию, что для первых трех смартфонов софт-камер переписан полностью. С нуля переписан. Другие алгоритмы обработки снимка, другие все эффекты в реальном времени отображения кадра таким, какой он будет, все это перерабатывается. То есть, сказали, что в ближайшее время, там на протяжении года либо двух, мы увидим не просто скачок в качестве фотоснимков у смартфонов Sony, а там они якобы уже метят на лидирующей позиции на рынке вообще. Я заметил динамику изменения в XZ2. Премиум смартфон невероятно фотографирует, невероятно снимает видео. Я надеюсь, что в ближайшее время появятся смартфоны, которые будут вот как бы подрастать в этом вопросе. XZ3 на сегодняшний день это смартфон про экран и про дизайн. То есть, камера там неплохая. 19 мегапикселей, 13 мегапикселей, селфи-камера. Но прям акцент на камере не стали делать. Ну, сказали, что да, это камера, единственная в своем роде камера из всех смартфонов, которая поддерживает 960 кадров Slow Motion на аппаратном уровне. Не на программном, а на аппаратном уровне. Ну, как бы мы это все прекрасно знаем. Теперь ждем, когда команда из новых разработчиков софта под камеры адаптирует камеры смартфонов. Sony к тому же в XZ3 интерфейс камеры переписали полностью с нуля. Он теперь вообще выглядит иначе. Не так, как это было на предыдущих аппаратах. К тому же смартфон работает на Android 9-го поколения. Это реально клево. То есть, прям с коробки идет 9-ый Android Pie. Это прям действительно клево. Вот эта вот шторка уведомлений уже другая. Шторка функций другая. Все еще приятно выглядит. Четвертая фишка смартфона – это то, как он будет заряжаться. Оказывается, с приходом 9-ого андроида в Sony Xperia XZ3 отказались от технологии Quick Charge 3.0 и 4.0. Теперь эта технология будет называться USB PD – Power Delivery. То есть, эта технология была создана давным-давно. О ней говорили тоже давным-давно, но она не была реализована в других смартфонах. Теперь почему-то, как оказывается, сама компания Qualcomm настаивает на том, чтобы все переходили на эту технологию. Правда, поддержка этой технологии будет реализована только в 9-ом андроиде. То есть, Xperia Z3 – это будет первый, грубо говоря, смартфон, который будет поддерживать этот Power Delivery. В двух словах, что это означает, толком еще никто не знает, да, как это будет работать. То есть, кабель остается тот же, USB Type-C, да даже Power Delivery поддерживает и micro-USB. Но будет меняться в комплекте блочок питания. То есть, делают теперь зарядку более энергоэффективной и более безопасной быструю зарядку. К тому же, я узнал некоторую информацию, что технология Power Delivery позволяет делать очень интересную штуку. Во-первых, это будет единый стандарт для всех устройств. Для смартфонов, для планшетов и для компьютеров. И зарядку можно будет осуществлять в два этапа. То есть, к примеру, вы подключаете смартфон к компьютеру одним кабелем. При подключении смартфона к компьютеру вы сможете выбрать, что делать. Либо же заряжать от компьютера смартфон, либо же смартфоном заряжать компьютер. При этом кабель менять не нужно. Кабель любой, USB Type-C. Просто главное, чтобы оба аппарата поддерживали технологию вот эту вот Power Delivery. Кстати, размер аккумулятора 3330 мАч. Наверное, хотелось бы больше, но если вы посмотрите на габариты смартфона, то поймете, что туда это не влезет. Я задал вопрос, почему в смартфон не поставили вторую камеру? Все тоже упирается в размер корпуса. Якобы второй модуль занимает очень много места и просто физически невозможно было там это все дело уместить. Смартфон, кстати, поддерживает беспроводную зарядку. Ну, это естественно. И пятая фишка, это функция, которая называется Side Sense. У смартфона, боковины смартфона, вот эти покатые боковины, они распознают нажатие. Но не при помощи силы физической, а именно сенсорные нажатия. При этом очень интеллектуальная штука. Вы можете настраивать ее под запуск разных приложений абсолютно. К тому же вы можете активировать и деактивировать их как хотите. То есть можете отключить левую панель, оставить правую. И наоборот, на нее можно вешать любые приложения. Длительное нажатие, одинарное нажатие, тройное нажатие. Будут воспроизводиться абсолютно разные функции. Я поспрашивал ребят, которые попробовали эту функцию на смартфоне, кто что думает. И как бы мнения разделились. Некоторые говорят, ну, как бы прикольно, удобно. Некоторые говорят, что, ну, якобы случайные нажатия происходят. То есть я у себя случайных нажатий не заметил, но я провел со смартфоном всего лишь полтора часа. Я договорился, чтобы уже потом по прилету в Одессу, чтобы достать этот сэмпл, протестировать его камеру, протестировать. Меня дико интересует вот эта вот новая зарядка смартфона. Как она будет себя вести, с какой скоростью будет заряжать, как там будет нагрев. Технические характеристики очень простые. Банальные 845 Snapdragon, 4 гигабайта оперативной памяти. И как бы 4 гигабайта оперативной памяти, это, конечно же, не так уж и много для смартфона, который может уже снимать видео в 4К и HDR. 4К и HDR. Кстати, вот эта функция Bravia, которая присутствует в смартфоне Sony, также умеет как бы автоматически переводить видео обычного качества в псевдо-HDR. То есть, допустим, вы смотрите YouTube, свой обычный SDR там контент, да, и он попытается его как-то апскейлить до HDR. То есть, вот так вот искусственно улучшить картинку. Будем смотреть, будем тестировать. Но, однозначно могу сказать, что Sony Xperia XZ3, это уже совершенно другой смартфон по восприятию вообще. То есть, сделали большой рывок с точки зрения дизайна. Переломили, скажем так, вот эту вот свою ступень, переступили ее. Я задал вопрос компании, говорю, ребят, ну а как вы вообще, вот честно, относитесь к продажам, ко всем делам? Как вы будете развиваться? Вы пытаетесь бороться за этот рынок? И менеджер компании мне сказал, говорит, поверь мне, у нас планы на 3 года вперед уже расписаны. То есть, с рынка мы уходить точно не собираемся. И есть некоторые там стратегические вещи, которые мы должны реализовать, которые, возможно, позволят нам опять взять какое-никакое, но там определенное место лидерства на рынке и потягаться современными флагами. Но я очень на это надеюсь, потому что я наблюдаю за смартфонами Sony очень давно, с первых Xperia еще. Мы все вместе с вами балдели от первых Xperia, помните, какие они были? Первый смартфон с влагозащитой, с таким дизайном, тонкий. И дальше как-то не заладилось. Вот этот смартфон, это маленький намек на то, что компания старается. И это очень круто. С вами был Иван Лучков. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Telegram канал. Сейчас буду идти дальше по выставке ИФ и снимать огромное количество видеороликов. Оставайтесь на связи. Пока.